Второй объединенный конгрессу обществ НОДГО и РОДДО проходил с 25 по 27 ноября в Москве. Он был посвящен актуальным проблемам развития детской онкологии и гематологии в Российской Федерации. На конгрессе были представлены новейшие научные достижения, а также организационные аспекты. Раньше считалось, что вообще у детей этого практически не бывает. Мы, что интересно, были первыми, кто вообще в стране описал таких пациентов. И, имея довольно большое общение с этими пациентами, приходится признать, что и постановка диаболиза, и ведение этих пациентов, видишь, необычайно сложно. Потому что спектр осложнений, спектр тех проблем, с которыми сталкивается ребенок, исследователь, его семья, исследователь, его доктор, он огромный. Все заболевания, которыми занимается детская онкогематология, это редкие заболевания. Одно из самых редких – пароксизмальная ночная гемоглодинурия у детей. На самом деле, новые препараты мы стараемся предоставлять на таких более узких мероприятиях. А у нас оно больше такое наше научно-организационное, мы его называем. Мы, наоборот, сделали, чтобы было не то, что доступно, а чтобы включить как можно большее число специалистов. По-моему, мы представили опыт взаимодействия Национального федерального центра совместно с субъектовыми центрами, то есть в клиниках, в субъектах российских цель, чтобы своевременно пациентов маршрутизировать между ними. В ходе Объединенного Конгресса прошло традиционное награждение лауреатов премии признания за верность профессии, которое вручается с 2010 года. Лауреаты представляют разные регионы России. О состоянии детской онкологии в Вологодской области нам рассказала главный внештатный детский онколог областного департамента здравоохранения, врач-хирург с 40-летним стажем. На протяжении многих лет у нас практически заболеваемость на одном и том же уровне. У нас ежегодно где-то 30-32 случая первичных больных детей с опухолью диагностируются. Роста мы не наблюдаем, но наблюдаются, конечно, прирост выздоровевших детей. И ставятся на сегодня уже немножко другие задачи. Мы сейчас на больных копится, и вопрос решается уже о профилактике осложнений поздних, после лечения этих данных больных, их качества жизни. Изменения в детской онкологии произошли и в Липецкой области. В организации детской онкологической службы в этом регионе принимал активное участие еще один лауреат премии за верность профессии. С момента, когда не было вообще отделения, были просто койки, причем койки в хирургическом отделении, онкологические, гематологические были в отделении соматического профиля. До объединения, во-первых, просто отделения, мы начинали с 16 койков. На сегодняшний день у нас расширена отдельная крыловая больница. Под это устроено 24 койки. И это отделение уникальное в регионе, оно единственное, которое имеет специальное расположение палат, непосредственно так называемая мать-дитя. То есть у нас пациенты имеют возможность лежать непосредственно с матерью одних в палате. Второй объединенный конгресс обществ НОДГО и РОДО проходил в гибридном формате.